Одесса Баба. Волшебные сказки на ночь для детей. Рапунцель. Давным-давно в далёкой стране жила очень грустная ведьма. Причиной её печали было то, что она не могла иметь детей. Если бы у неё был ребёнок, она могла бы передать ему секреты своего колдовства и могущества, но это было невозможно. И однажды ведьме в голову пришла мысль о том, что она похитит первую же девочку, которая родится в округе, и вырастет её вдалеке от мира так, как вырастила бы собственного ребёнка. Тогда её злая магия ещё долго просуществует на свете. Недалеко от замка ведьмы был фермерский домик, где жили муж и жена. В один из дней муж получил добрую весть от своей жены. У нас будет ребёнок! Но, к сожалению, их счастье длилось недолго. Молодая женщина сильно заболела. Она стала с каждым днём всё сильнее худеть. Если бы она не выздоровела, то в скором времени потеряла бы своего ребёнка. Муж перепробовал все лекарства и снадобья, которые мог найти, но ничего не помогало. Последний из докторов, осмотрев больную, сказал, что есть только один способ вылечить женщину. Неподалёку от вас живёт злая ведьма. Она единственная, у кого есть лечебное растение, которое может помочь твоей жене. Тогда муж собрал всю свою смелость и отправился в замок к ведьме. Он постучал к ней в дверь. Ммм, ты настолько храбр, что стучишься в мою дверь. Должно быть, у тебя есть для этого серьёзная причина. Моя жена больна, и с каждым днём ей всё хуже. Мы слышали, что у тебя есть лекарства от её болезни. Правда? И почему же я должна помогать вам? Я умоляю тебя, пожалуйста, не откажи. Моя жена беременна, и если я не вылечу её, я потеряю и её, и ребёнка. Услышав эти слова, ведьма решила помочь паре. Что ж, если так, я помогу тебе. Ведьма дала мужчине лечебную траву. Давай немного этой травы своей жене каждый день. Увидишь, как она постепенно поправится. Муж был счастлив. Он побежал домой. С этого дня каждый день его жена съедала немного лечебной травы. Она стала поправляться и набирать обратно потерянный вес. Но через несколько дней трава, которую дала ведьма, закончилась. И болезнь женщины снова начала давать о себе знать. На этот раз ей быстро стало хуже. Не имея другого выбора, мужчина снова постучал в дверь ведьмы. Ведьма знала, что он вернётся. Она достала мешок с семенами. Это семена, которые помогут твоей жене. Тебе следует посадить их в своём саду. Они спасут твою жену и ребёнка. Но у меня есть одно условие. Если у тебя родится девочка, ты отдашь её мне. Я никогда не приму такое предложение. Что ж, это твой выбор. Ведьма захлопнула дверь перед лицом мужчины. Опечаленный, он вернулся домой. Он не мог ничего сказать своей жене. Дни шли, и молодой женщине становилось всё хуже. Малыш был в опасности, а мужчина не мог спать ночами. Если он не примет предложение ведьмы, он потеряет и жену, и ребёнка. Но если он примет его, и родится мальчик, выживут и жена, и сын. В конце концов он решился и снова отправился в замок ведьмы. Он принял её предложение и вернулся домой с мешком семян. Тут же он посадил семена, которые ведьма дала ему. Семена проросли очень быстро. И мужчина стал давать листья растения своей жене. С каждым днём ей становилось всё лучше. В один прекрасный день она полностью выздоровела и родила здорового ребёнка. Но муж её столкнулся со своим самым большим страхом. Это была девочка. В тот же день в королевском дворце состоялось большое пиршество. Королева-мать родила сына. Король был счастлив, ведь теперь у него был наследник, который сможет управлять королевством. Жители королевства любили доброго короля и королеву. И никто не мог подумать, что в будущем жизненные пути этих двух младенцев пересекутся. Счастье фермеры и его жены длилось недолго. В день рождения девочки злая ведьма пришла в их дом, чтобы забрать её. Пара отдала малышку, и когда они прощались с ней, глаза их были полны слёз. Моя девочка! Моя малышка! Теперь она моя, но не беспокойтесь. Я хорошо позабочусь о ней. Я назову её Рапунцель. Ведьма заточила девочку в высокую башню, спрятанную в глубоком лесу. Она поднялась в комнатку, расположенную на самой вершине башни, и положила ребёнка в колыбель. Рапунцель, моя прекрасная малышка! Думая, что ведьма и её мать, Рапунцель беззаботно росла в башне. Днём она играла на поляне, а ночью спала в своей маленькой комнатке. Ведьма никогда не стригла золотые волосы Рапунцель. Она расчёсывала их каждый день, и девочке это нравилось. Шли годы, Рапунцель выросла и стала очаровательной юной девушкой. Однажды ведьма подошла к башне и позвала её. «Рапунцель, доченька, спусти свои золотые волосы!» Рапунцель спустила свои волосы, и они достали до самой земли. «Чудесно!» Ведьма поднялась по ступеням башни, а остановившись на вершине лестницы, начала шептать заклинание. Внезапно ступени начали рушиться. Никакое, никакое заклинание в мире не сможет вернуть эти ступени. Глядя на всё это с удивлением, Рапунцель поняла, что никогда больше не сможет выйти из башни. С тех пор ведьма всегда поднималась и спускалась по золотым волосам Рапунцель. Которые та сбрасывала в окно, стоило ведьме попросить об этом. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свои золотые волосы! Это твоя мама!» Услышав голос ведьмы, Рапунцель спускала свои волосы, и ведьма взбиралась по ним к ней в комнатку. «Мамочка, почему ты не разрешаешь мне выходить из башни? Почему держишь меня в заточении?» «О, доченька, я так люблю тебя и просто пытаюсь защитить тебя от зла этого мира!» И так Рапунцель проводила свои дни, напевая песенки и разговаривая с птицами, которые навещали её. Тем временем принц, родившийся с Рапунцель в один день, тоже вырос и стал прекрасным юношей. Старый больной король хотел, чтобы его сын занял трон, женился на принцессе и принёс ему внука. Но ни одна из принцесс, являвшихся во дворец, не смогла растопить сердце принца. В конце концов, принц отправился в долгое путешествие в поисках своей настоящей любви. Оказавшись в той части леса, где жила Рапунцель, принц спросил своих слуг. «Я никогда не был в этом лесу. Давайте проедем по нему. Может быть, так мы укоротим наш путь». «Мой принц, этот лес волшебный. Говорят, тот, кто в него заходит, никогда не выбирается назад». «Ты сам сказал, говорят. Наверняка, это только слухи. Давайте поедем и посмотрим своими глазами». Принц и его слуги оказались в лесу. Принц был уверен в себе. Слуги же перепугались не на шутку. В конце концов, они доехали до башни, где жила Рапунцель. И услышали ее пение. Какой чудесный голос. Подъехав ближе к башне, принц увидел Рапунцель. Он замер от восхищения и не мог оторвать от нее глаз. Как раз в этот миг у башни появилась ведьма и закричала. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свои золотые волосы!» Услышав голос ведьмы, Рапунцель спустила вниз свои прекрасные золотые волосы. Ведьма взобралась по ним в окно башни. «Итак, ее зовут Рапунцель». Принц решил остаться рядом с башней и понаблюдать за красавицей Рапунцель. Каждое утро ведьма спускалась по ее золотым волосам, а к ночи взбиралась по ним обратно. «Рапунцель, Рапунцель, спусти свои золотые волосы!» В один из дней принц набрался смелости и подошел к башне, пока ведьмы не было. Он крикнул. «Рапунцель, Рапунцель!» Впервые Рапунцель слышала чужой голос. Сначала она смутилась, но в конце концов ей стало интересно, кто это мог быть. И она выглянула из окна. Она увидела прекрасного юношу у подножья башни. «Кто ты? Как ты узнал мое имя?» «Я принц этого королевства! Я услышал твой чудесный голос и захотел познакомиться с тобой!» «Мне нельзя разговаривать с незнакомцами! Пожалуйста, уходи!» «Но я не причиню тебе зла! Обещаю! Пожалуйста, спустись!» «Я не могу! Здесь нет лестницы!» В тот же миг Рапунцель увидела ведьму, которая возвращалась в башню. «Поторопись! Ты должен уйти! Мама не должна тебя видеть!» Принц быстро спрятался между деревьями, а ведьма по своему обыкновению подошла к башне и позвала Рапунцель. Когда же та спустила ей свои золотые волосы, ведьма взобралась по ним вверх. Принц стал приходить к башне каждый день. Они подружились с Рапунцель, и Рапунцель верила, что он не причинит ей зла. Однажды она спустила ему свои золотые волосы. Принц поднялся по ним к высокому окну башни. Рапунцель была очень взволнована. Она никогда не видела никого на свете, кроме своей матери. Теперь же перед ней стоял принц. «Почему твоя мать держит тебя в заточении в этой башне?» «Мама сказала, что мир полон зла. Она старается защитить меня». «Но это глупо! Зачем матери запирать свою дочь в таком месте?» «Да, это правда, в мире есть зло, но в нем есть и очень много прекрасного». Рапунцель стала интересно узнать, правду ли говорит принц. С этой минуты она не могла думать больше ни о чем, кроме мира снаружи. Какой он! И вот в один из дней они с принцем договорились убежать из башни вместе. Вечером ведьма, как всегда, вернулась в башню и увидела, что Рапунцель сбросила вниз свои волосы. Рапунцель увидела, что я возвращаюсь. Она сбросила мне свои волосы. Но взобравшись в башню, ведьма увидела, что волосы Рапунцель были срезаны и привязаны к куску железа. Самой же девушки нигде не было. Ведьма поняла, что Рапунцель сбежала. Рапунцель действительно отрезала свои волосы и привязала их к куску железа. Вместе с принцем они спустились по ее волосам вниз. Рапунцель! Рапунцель! Как посмела ты ослушаться меня! Но Рапунцель и принц были уже далеко. История о том, что лес заколдован, оказалась выдумкой злой ведьмы, которая не хотела, чтобы кто-то нашел в лесу Рапунцель. Принц вместе с Рапунцель прибыли во дворец. Принц представил ее королю и королеве. И вдруг заметил, что король выглядит здоровым и бодрым. Отец, ты выглядишь здоровым и полным сил. Как ты сумел выздороветь? Твоего отца спасло лечебное растение. Дай мне вспомнить, как оно называется. Ах да, Рапунцель. Рапунцель? Тогда принц рассказал родителям обо всем, что с ним случилось. Король же рассказал ему, что старая пара дала ему это растение и поведала историю о злой ведьме, которая разбила их сердца, украв их ребенка в день его рождения. Тогда принц и Рапунцель отправились в дом к старому фермеру. Увидев златовласую девушку, женщина сразу узнала свою дочь Рапунцель, похищенную ведьмой. Доченька, я наконец нашла тебя! Наконец нашла тебя! Узнав истинную историю своего рождения, Рапунцель воссоединилась с родителями. А вскоре они с принцем поженились и жили с тех пор долго и счастливо. А что же случилось со злой ведьмой, оставшейся в башне? Король поймал ее и заточил в этой самой башне, поставив стражников у ее подножья, чтобы она не сбежала. И однажды вместе со злой ведьмой исчезли все секреты ее колдовских чар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok